У меня 300 грамм куриного филе. Заранее отварила в подсоленной воде. Теперь нарезаю тонкой соломкой. Красный лук достаточно один небольшой. Нарезаю тонкими полукольцами. Конечно, можно и белый, но красный более нежный. Ну а теперь мой любимый манго. Солнечный, сочный и безумно ароматный. На эту порцию салата достаточно будет половинки. Почистила и нарезаю тоже тонкой соломкой. Друзья, напишите, пожалуйста, как вам такое сочетание продуктов. Еще один полезный и вкусный экзотический плод авокадо. Разрезаю пополам и аккуратно ложкой вытаскиваю нежную мякоть авокадо. Нарезаю соломкой и в миску к салату. Теперь немного зелени. Петрушка или укроп. По вашему вкусу. Тоже мелко порежу. Салат надо посолить и поперчить по вкусу. Добавляю пару столовых ложек оливкового масла и перемешиваю. Бесподобное сочетание продуктов. Мои вкусы совпадают с австралийскими. Этот самый популярный австралийский салат теперь обязательно будет на моем столе. Продолжая гастрономическое путешествие по Австралии, наслаждаясь вкусами и доступностью великолепных австралийских блюд. Еще один яркий экзотический салат от австралийцев. У меня свекла вареная. Можно запекать в духовке. Все по вашему вкусу. Нарезаю свеклу небольшими кубиками и выкладываю на листья салата. Ну, конечно, яркость, вкус и цвета придает сочный манго. Он как кусочек лета. Нарезаю манго кубиками и выкладываю сверху на свеклу. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. И приглашайте к нам своих друзей. Ну, а особый средиземноморский вкус придает нежный домашний сыр фета. Заменить его можно на зернистый творог. Теперь приготовим заправку. 2 столовые ложки оливкового масла. 1 чайная ложка бальзамического уксуса. Соль и перец кладу по вкусу. Хорошо все перемешиваю. Заправляю салат. Добавляю немного мелко порезанной зелени. И салат готов к подаче. Оригинальный и очень вкусный. Этот салат достоин, чтобы украсить праздничный стол. Друзья, у нас еще один экзотический салат из солнечной Австралии. Брокколи, конечно, помыла. И теперь надо разобрать на соцветия. Теперь в кипящую воду кладу брокколи и добавляю соль по вкусу. Варить 2-3 минуты не больше. Сохраним витамины. И будет немного хрустеть. Брокколи готово. Теперь кладу в холодную воду на минутку. Так и цвет останется ярким. На сухой сковороде обжариваю миндаль. Конечно, можно заменить орехи по своему вкусу. Ну а теперь поджарим многими любимый бекон. И выкладываю его на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Если кому-то бекон не подходит, можно заменить его на вяленое сушеное мясо. Так скажем, изюминку этому салату придаст красный виноград. В меру сладкий и плотный. Косточки, конечно, надо убрать. И порежу виноград на 4 части. Миндаль тоже надо порезать, но не мелко. Еще нам понадобится пару пюрышек зеленого лука. Теперь приготовим заправку для салата. Пару столовых ложек майонеза. Добавляю сок лимона. Одна чайная ложка дижонской горчицы. Соль и черный перец по вкусу. Перемешиваю все до однородной массы. Соединяем продукты. Брокколи, виноград, орехи и зеленый лук. Добавляю заправку и перемешиваю салат. И последний штрих – это подача. Салат выкладываю на блюдо и украшаю жареным беконом и миндалем. Друзья, а какой салат вам больше всего понравился? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить гастрономическое путешествие. Прошу к столу и приятного вам аппетита! До новых аппетита! До новых аппетита! До новых аппетита!